Приветствую вас, зрители моего канала! Идея использования гироскопа, который разработал Граф Шиловский в начале 20 века, настолько потрясла у моих создателей автомобилей, что вскоре после того, как американская компания Ford в 1961 году на автосалоне представила свой двухколесный Gyron, в 1967 году американский знаменитый дизайнер Алекс Тремулис на производственной площаде компании Gyro Transport Systems создал свой гироскопический стабилизированный спортивный автомобиль. Своё творение, получившее название Gyro X, Тремулис позиционировал как первый автомобиль с гироскопом, который при поворотах не наклоняется. Внешне он походил больше на одноместную маленькую торпеду, собранную на трубчатой раме с алюминиевым кузовом. Силовым агрегатом, позволявший разогнать данный автомобиль свыше 200 км в час, служил четырехцилиндровый бензиновый двигатель, объемом 1275 кубических сантиметров и мощностью 80 лошадиных сил от автомобиля Мини Купер. Этот двигатель, как никто другой, подходил для этого автомобиля, так как тоже был маленьким, но мощным. Он был установлен позади водительского места и который через цепной привод вращал заднее ведущее колесо. Удерживать автомобиль в вертикальном положении и не падать на бок помогал гироскоп с гидравлическим приводом, установленный перед водителем и вращавшийся со скоростью до 6000 оборотов в минуту. Его разработал другой видный инженер в области гиродинамики Томас Саммерс-младший. Разработанный им гироскоп был настолько экономичен, что потреблял всего лишь 1% от мощности основного двигателя. Также было уделено большое внимание конструированию колес, которые получились узкими совальными профилями. А это позволяло минимизировать потери энергии при трении. Так же, как и в предыдущих автомобилях Шиловского и Форд Джайрон, у этого автомобиля имелись два поддерживающих колеса по бокам, которые убирались внутрь, когда автомобиль двигался, и закрывались защитными щитками. Освещать путь в темное время помогали прятавшиеся в передней части капота две фары. Полностью рабочий прототип автомобиля был показан зрителям на гоночном треке в этом же году, где он на огромной скорости входил в самые крутые повороты, сохраняя при этом вертикальное положение. Не обошли вниманием и автомобильные журналы, разместившие фото автомобиля на своих страницах. А в Нью-Йорке Джара Экс был показан и на автосалоне. Но, к сожалению, гироскоп, который давал устойчивость автомобилю при движении, был далек от совершенства и был слишком сложным. А чтобы привести его в рабочее состояние, требовалось три минуты для набора требуемых оборотов маховика, что стало его главным недостатком. На устранение всех недостатков и доведение его до ума требовались время и деньги. И от планов серийного производства в компании Джайро Транспорт Системс было решено отказаться. А в 1970 году она и вовсе обанкротилась. Со временем исчезли с поля зрения и сам Джайро Экс. Пока в 2011 году, сменяя владельцев, не оказался в распоряжении президента Лейн Мотор Музеем Джеффа Лейна в не очень хорошем состоянии. Джефф, используя старые документы, оригинальные патенты и фото, привел его в то состояние, в котором он был создан. И теперь этот автомобиль, в свое время приводивший в изумление зрителя своей устойчивостью при помощи гироскопа, занял свое достойное место в музее. А если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк под этим видео. Также приветствуются ваши комментарии. Желаю вам всего хорошего. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok